Сегодня перед нами выступает доктор биологических наук Екатерина Владимировна Семина. Семина, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной эндокринологии кардиоцентра. Роль компонентов системы фибринолиза в поражении легких. Патогенезия поражения легких, я могу немножко тем напутать, при COVID-19. Собственно говоря, я не просто так делал подводку про антикоагулянты, потому что это принципиально будет сегодня обсуждаться на докладе. Пожалуйста, Екатерина Владимировна. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Прежде всего, хотела бы выразить благодарность за возможность выступить сегодня с докладом. Это честь для меня показывать, представлять свои данные при столь уважаемой публике. Сегодня речь в моем докладе пройдет о роли компонентов системы фибринолиза в развитии фиброза легких. Мы на сегодняшний день знаем, что фиброз легких является не только основной, но и тяжелым течением, тяжелым осложнением, не только при течении коронавирусной инфекции, но и в отдаленных последствиях. Через три, через полгода мы видим пациентов после, казалось бы, благоприятных условий выписки пациентов, у которых развивается фиброз. Более того, есть также некие данные от патологоанатомов, которые говорят, что при вскрытии, казалось бы, на фоне здоровья пациенты погибают именно от развитого фиброза легких и от декомпенсации легочной функции. Фибринолитики и вообще история фибринолитиков – это тематика старейшая для нашей лаборатории, руководителем которой является академик Всеволод Арсеньевич Ткачук. Но также и впервые эту тему предложил еще академик Евгений Иванович Чазов в кардиоцентре. И он поистине сделал революционное открытие, когда в свое время использовал фибринолитики для лизиса тромба при инфаркте миокарда. В то время, это была середина 70-х годов, такой подход позволил существенно в разы снизить смертность от инфаркта миокарда. И с тех пор под его руководством были созданы несколько лабораторий и ряд научных направлений, в которые на сегодняшний день изучаются свойства фибринолитиков в крови, и разрабатываются препараты на основе этих белков. В частности, успешно используются пуролазы, гемазы и мини-плазмин. Это препараты, которые созданы в нашем кардиоцентре. Здесь я бы хотела коротко вообще объяснить, о чем я буду сегодня разговаривать, и где вместо наших белков в системе свертывания и противосвертывания крови. Вот если представить себе систему гемостаза, здесь показан просвет сосуда, можно выделить три основных блока – это коагуляция, фибринолиз и агрегация тромбоцитов. Так вот, все мы знаем, что эти процессы коагуляции фибринолиза находятся в динамическом равновесии в организме. И на самом деле процессы коагуляции, белки, которые участвуют в этих процессах, активируют фибринолиз. И наоборот, активные компоненты фибринолиза запускают каскад коагуляции. Для того, чтобы, по сути, ничего не свалилось в какую-то в одну сторону – либо гиперкоагуляция, либо гиперфибринолиза. И вот белки интереса, про которые я сегодня буду рассказывать, они показаны красным цветом. Это плазминоген, это зимоген и активная протеаза, которая благодаря активаторам, которыми является тканевой активатор плазминогена TPA, урокиназный активатор плазминогена UPA, по действиям этих протеаз плазминоген превращается в протеазу широкой субстратной специфичности. И благодаря его функции, в общем-то, происходит разрушение фибрина до дедимера фибрина. У этой системы есть свои ингибиторы, у плазмина это анти-2-антиплазмин, у урокиназа и тканевого активатора плазминогена – ингибитор PAI. И вот, изучая функцию белков системы фибринолиза в крови, в сосудах, в нашей лаборатории, инициатором которых был Всеволод Арсеньевич Ткачук, были обнаружены принципиальные свойства урокиназной системы не в сосудистом русле, а в ткани сосудов. И на тот момент это были, можно сказать, такие неудобные результаты, которые говорили о том, что урокиназа, как фибринолитик в крови, но как протеаза в ткани, она осуществляет отрицательное ремоделирование сосудов. О чем здесь идет речь? Аппликация в результате баллонирования, аппликация активной терапевтической высоких дозах урокиназы, вызывает сужение просвета и увеличивает толщину неоинтимы сосуда. Здесь показано на графиках слева и также представлены фотографии. Видно вот здесь, что добавление урокиназа существенно увеличивает толщину неоинтимы. То есть сосуд в какой-то момент сужается. Когда мы стали исследовать, почему это может происходить, какие механизмы здесь могут быть, клеточные или молекулярные, было обнаружено, что урокиназа, она имеет свойства химокина и цитокина. Добавление урокиназы в разных ее концентрациях и разных ее доменах, а у разных ее доменов, у нее есть несколько доменов, я об этом скажу попозже на следующем слайде, она вызывает химотаксис гладкомышечных клеток сосудов легких. То есть, скорее всего, аппликация урокиназа вызывает миграцию клеток, которые, в общем-то, и определяют отрицательное ремоделирование. Более того, урокиназа увеличивает экспрессию гладкомышечного актина. Здесь внизу показано, чем выше концентрация активной урокиназы в ткани, тем выше концентрация альфа-актина. Клетки, продуцирующие альфа-актин, гладкомышечные клетки, начинают становиться профиброзными, увеличивают и накапливают, синтезируют матрикс ткани. И таким образом оказывают, скорее всего, отрицательное ремоделирование. Как это может делать секретируемый белок? Скорее всего, там есть рецептор, который определяет сигнальные эффекты урокиназы в ткани, и в сосудах, и в других тканях. И действительно, такой рецептор был найден. Им оказался рецептор, который называется ЮПАР. Здесь на слайде я суммировала все на сегодняшний день данные, которые можно так условно разделить на те, которые проходят в крови, и те, которые проходят на клетках и внутриклеточно. Например, в клетках сосудов. Урокиназа, как я говорила, она имеет несколько доменов. Она связывается со своим рецептором ЮПАР. Гроус фактор лайк домен. Это домен, подобный фактору роста. Но своим другим доменом, протеолитическим доменом, она активирует плазминоген в протазу плазмин, протаза широкой субстратной специфичности. Родственным урокиназе является тканевой активатор плазминогена. Но в отличие от урокиназы, у ТПИ отсутствует рецептор. И на самом деле использование ТПИ не вызывает вот этих негативных, отрицательных эффектов. И дальше плазмин уже осуществляет и фибринолиз, и ремоделирование матрикса. Так как помимо того, что он имеет срасток к фибрину, он еще имеет срасток ко многим белкам, которые задепонированы в матриксе. И такое их протеолизирование высвобождает эти белки, и в том числе факторы роста, которые там задепонированы. И такой активный внеклеточный протеолиз делает возможным миграцию клеток по градиенту этих процессов. Урокиназный рецептор является трехдоменным белком, но он на мембране, за якорем погружен просто остатками жирных кислот. И благодаря такому его строению он обладает очень высокой латеральной подвижностью в мембране. И это делает возможным ему взаимодействовать с целым рядом белков на мембране и модулировать или изменять каким-то образом их функцию и их сигнализацию внутриклеточную. Здесь на примере интегринов показано, что связывание урокиназа с рецептором запускает внутриклеточную сигнализацию, которая увеличивает адгезию клеток. Если мы говорим о каких-то тирозиновых киназных рецепторах, то это классический сигнальный путь с участием метаген-активируемых протеин киназ, и это может быть и пролиферация, и выживаемость, и так далее. Более того, взаимодействие урокиназа с рецептором может увеличивать продукцию активных форм кислорода. Таким образом могут реализовываться вот эти хематактические свойства, цитокиновые свойства урокиназы. Но на самом деле природа придумала очень уникальный механизм, который убирает вот этот избыточный протеолиз. Когда урокиназа связывается с рецептором, она очень активна. Связывание урокиназа с рецептором в 200 раз увеличивает стратство урокиназа к плазмину, к плазминогену. И вот чтобы все время эта чрезмерная активность не была в клетках, природа придумала механизм. Есть такой, так называемый, скевинджер рецептор. Это LRP-белок. Рецептор, по сути, он трансмебранный. Он осуществляет эндоцитоз многих рецепторов на клетке, с поверхности внутри клетки. И когда этот комплекс активный, активно урокиназы, на него садится ингибитор ПАИ, то есть как работает ПАИ, плазминоген активейтер ингибитор. Он садится на урокиназу, и такое взаимодействие, оно очень прочно, его ничем не разорвать. И этот комплекс такой тройной, урокиназы, ингибитор и рецептор, за счет LRP-комплекса эндоцитируется внутрь клетки, и там уже он подвергается деградации лизосомальной. Урокиназы и ПАИ, как необратимо связанные белки, деградируют в лизосомах, а на самом деле урокиназный рецептор, он не связывается так прочно с урокиназой. Он рециркулирует назад на мембрану, где дальше может осуществлять и свои сигнальные эффекты, и дальше связываться с урокиназой. То есть это такой природный механизм, позволяющий убирать избыточный протеолиз на поверхности клетки. И вот уже, давайте уже говорить непосредственно о ковиде. Два года случился ковид, и одни из первых публикаций, зарубежных публикаций, в которых говорилось, что на самом деле вирус, коронавирус, для того, чтобы связываться с клетками, эпителиальными клетками легких и эндотелиальными клетками сосудов, используют АЦЕ-2 рецептор, рецептор ангиотензин, превращающий в фермента 2. Но при этом для этого связывания абсолютно необходим плазмин. Эта протеаза активная, она расщепляет непосредственно S-белок таким образом, что взаимодействие S-белка коронавируса в разы увеличивается с АЦЕ-2 рецептором. И таким образом, это уже наш рисунок, мы систематизировали на тот момент все эти данные, которые были известны из каких-то разных совершенно источников литературы. Нас, естественно, не могло заинтересовать. Мы понимаем, что активность плазминогена и плазмина регулируются урокиназой. Если система плазминогена так важна вирусу для того, чтобы проникать и в эпителиальные, и в эндотелиальные клетки, а по сути АЦЕ-2 рецептор, он экспрессируется и там, и там, то, скорее всего, в патогенезе урокиназа и плазминоген будут играть одни из, ну, если не главные, то основных ролей. Помимо непосредственно протеолиза из белка, плазминоген, активный плазмин, может расщеплять канал, который осуществляет транспорт ионов натрия внутриклеточной, таким образом нарушая их, что увеличивает отек ткани. В патогенезе непосредственно внедрение коронавируса и связывание с мембранными белками и внедрение внутриклеточной, участвует также тканевая матричная металлопротеиназа, она вот здесь ТМПРС-2 написана. Вот здесь слайд, который я взяла из интернета, я не помню его источник, но я хотела обратить ваше внимание вот на что. Дело в том, что, так сказать, при осложнениях респираторных вирусных инфекций всегда фигурируют легкие. Но почему, например, при том же вирусе гриппа мы не видим таких фиброзных осложнений, а при коронавирусе мы увидели этот фиброз. Дело в том, что у каждого вируса есть свой способ внедрения внутриклеточно. Так вот, например, у вируса гриппа, который тоже вызывает пневмонию, тяжелую зачастую, используется совершенно другая система. Это экспрессируется гемаглютинин на вирусной частице, и он использует нейроминидазу, которая расщепляет на клетке хозяина рецептора, содержащий сиаловую кислоту, и таким образом осуществляется роллинг вируса в более низкие, скажем так, отделы легких. И здесь совершенно нету ракеназной системы, как вы можете увидеть, и поэтому, скорее всего, она там и не задействована, и мы таким образом и не видим осложнений, скажем так, связанных с фиброзом и с воскулитами, которые есть вот при COVID-19. И вот здесь уже показаны наши собственные данные. Когда мы стали сотрудничать с НИИ, скорой помощи имени Скифосовского, они были перепрофилированы, развернули на свою территорию госпиталь, нам стало интересно, мы стали анализировать очень многие параметры и как в сыворотке крови, так и в ядросодержащих элементах крови, прежде всего и систему фибринолиза. И мы обнаружили уникальные клинические показатели, ассоциированные с высоким риском смертности от COVID-19. На сегодняшний день это, наверное, единственная публикация из Российской Федерации. Она, несмотря на то, что она опубликована в 2022 году, совсем недавно, буквально несколько недель назад, мы больше года пытались отбиться от замечаний рецензентов. Но в итоге нам это удалось. Мы обнаружили, первое, что хотелось бы подчеркнуть, на фракции ядросодержащих клеток периферической крови увеличивается процент погибших лимфоцитов, но при этом резко уменьшается доля лимфоцитов с ранним апоптозом. То есть, скорее всего, такое наличие... Это у тяжелых больных, у тех, кто находился в отделении интенсивной терапии, находился на ЭКМО, то есть это экстракорпоральная оксигенация. Эти данные позволили впервые предположить, что ранний апоптоз и вообще гибель лимфоцитов является естественным таким звеном, показывающим адекватность функции клеток иммунной системы. Но самое интересное, когда мы проанализировали белки нашего интереса, это плазминоген, это ингибитор урокиназы ПАИ-1, а также целую панель цитокинов, здесь показан про интерлекин-17, мы обнаружили первое, что у пациентов, которые находятся в отделении интенсивной терапии по сравнению со здоровыми добровольцами и с легким течением, в десятки раз снижена концентрация плазминогена. Здесь видно в норме, у него концентрация 200 микрограмм в миллилитре, а при COVID-19 она в 10 раз снижена. Надо сказать, что основной источник плазминогена – это печень, он синтезируется печень, в отличие, например, от той же урокиназы, которая синтезируется всеми клетками организма. И здесь мы видим некое такое расхождение, то есть урокиназа есть, ее будет много, а вот плазминогена нет, это первое, что нас заинтересовало, нет субстрата, который бы активировал урокиназу. Второе – это то, что у нас уровень снижения ПАИ в крови, ингибитора урокиназы, он коррелирует вообще со смертностью. И мы видим, что здесь показатели ПАИ, когда меньше, ну тут 40 условных единиц, что очень высокая смертность по сравнению с более-менее приемлемыми значениями ПАИ. То есть нет белка, который бы связывался с урокиназой и тащил бы вместе с рецептором внутриклеточно, и там бы эта вся система деградировала. Очень интересные данные были получены по интерлекину 17. Мы не стали брать классические цитокины, которые уже на тот момент были показаны, их функция при патогенезе ковида и при тяжести, а засложнениях. Но вот из интересного, интерлекин 17 на самом деле был тоже ассоциирован с высоким риском смертности, а в литературе вообще известно, что интерлекин 17 – это цитокин, который индуцирует экспрессию и содержание урокиназы в сыворотке крови. Те результаты были получены уже, наверное, полтора года назад, и тогда это были первые данные, которые показывали о том, что есть некое расхождение в содержании белков урокиназной системы и вообще фибринолитиков в крови. Но совсем недавно, ну, наверное, год назад, уже 7 апреля вышла статья в одном из таких самых уважаемых и цитируемых журналов в области тромбоза и гемостаза, в которых провели метаанализ данных литературы и обнаружили, собственно, результаты, которые очень сильно согласовывались с тем, что мы получили в собственных исследованиях. А именно, вот по части плазминогена видно, что у пациентов, которые умерли в результате ковида, а это все здесь снизу показаны, это дни, проведенные пациентами в Intensity Care Unit, это в отделении реанимации. И видно, что у таких людей снижен также плазминоген, в отличие от тех, кто выжил. То есть, опять же, высокий риск смертности коррелировал с резким падением плазминогена в крови. По УПАИ они получили совсем другие результаты, но можно подумать, почему так случилось, пока мы не нашли никакого ответа на этот вопрос. И вот здесь уже представлены данные, когда данные это легкие ковидных больных, здоровые легкие, которые были, собственно, получены нами совместно с нашим патонатомическим отделением в кардиоцентре, которые мы покрасили на урокиназу и на рецептор. Урокиназа здесь розовым цветом, рецептор коричневым цветом. И видно, что в здоровом легком типичные альвеолоциты есть и урокиназа, который располагается, в общем-то, и в альвеолоцитах и урокиназный рецептор коричневым цветом. Он здесь не сильный, но он здесь есть. А вот что видно при случае ковида? Здесь разные отделы разных пациентов сняты. И, собственно, где отек, и фиброз, и переваскулярные области сосудов, и области бронхов, видно, насколько сильно и интенсивно увеличивается содержание урокиназы в такой ткани, в ткани ковидных больных. Дальше что мы сделали? Мы проанализировали эти данные, но прежде всего оценили интенсивность вообще содержания урокиназы. Я не скажу про экспрессию, про экспрессию будет позже. Я могу пока оценить содержание урокиназы и рецепторов крови в ткани легких, по данным иммуногистохимического окрашивания. И получилась следующая очень интересная вещь, что если мы посмотрим на урокиназу, вот здесь у здоровых, в ткани здорового легкого урокиназа находится, ну, ее на самом деле не очень много. Ее вообще в организме должно быть не более 10 наномоль, если смотреть по концентрации. Выше 10-15 наномолей она уже активирует плазминоген. Поэтому в норме она у пациента не должна, у человека она не должна приходить за эти пределы. Но если мы посмотрим на легких ковидных больных, мы видим, почти в десятки раз возрастает содержание урокиназы. Но при этом, когда мы посмотрели на урокиназный рецептор, да, его содержание по данным иммуногистохимического окрашивания тоже увеличивается. Но несмотря на это, данные менее такие яркие. То есть, ну, вот в несколько раз. Можно сказать, вот здесь впервые было высказано нами предположение, что на самом деле, возможно, нарушается соотношение урокиназы и рецептора. То есть, если в норме мы видим, их примерное количество находится на одном уровне, то есть, если можно так предположить, сколько урокиназы, столько рецептора, то при ковиде это соотношение меняется в сторону избыточной урокиназы. А я хочу еще раз напомнить, что урокиназный рецептор очень важен для активности урокиназы. Не только плазминоген, плазмин, но и рецептор. И вот данные, которые мы получили совсем буквально недавно. Они стали доступны. Это данные биоинформатического анализа. Здесь на графиках представлен МРНК, то есть это экспрессия рецептора ПЛАУР. Он в литературе ген урокиназного рецептора называется ПЛАУР. Плазминоген активейтер урокиназ рецептор. А урокиназа называется ПЛАУР. Эти данные, мы их достали из данных биоинформатических анализов разных авторов. И посмотрели, это в общем-то single cell, что называется транскриптом единичной клетки. Здесь каждая клетка, это оценка экспрессии в каждой клетке, в легких непосредственно. Это было два легких ковидных больных, 10 здоровых легких и идиопатический фиброз. Почему я здесь представила идиопатический фиброз, и некоторые данные представлю по нему? Для того, чтобы в принципе показать, что эти белки и урокиназный рецептор могут быть не только перспективными, диагностическими, терапевтическими, может быть, мишенями при COVID-19, но и вообще при других фиброзных поражениях легких, например, при диопатическом фиброзе. Может быть, стоит обратить на них более прицельное влияние. Так вот, если сравнивать, например, тот же, во-первых, да, и урокиназный рецептор есть в этом массиве данных, это хорошо, мы можем с ними работать. Но что самое интересное, здесь как будто бы на первый взгляд кажется, что при COVID-19 уменьшается экспрессия урокиназного рецептора. Может быть, даже и урокиназа. Здесь нужно ориентироваться как на плотность этого графика, черный он там или менее черный, так и на высоту этого пика, который отражает максимальное значение. Дальше мы вот эти все клетки разложили по кластерам. Это делает специальная программа, ну, здесь все RAT-R package. Она по анализу, у каждой клетки вообще анализируются все МРНК, какие есть, которые отвечают за экспрессию гены. И дальше программа раскладывает эти кластеры на разные типы клеток. И вот что стало интересно, если мы посмотрим на нормальное легкое, какие кластеры здесь есть, справа не показано. Ну, альвеолциты, естественно, первого и второго типа. Есть базальные клетки, они здесь темно-зеленые. Почему я их подчеркнула, я о них попозже, на следующем слайде очень подробно расскажу. Они являются, в общем-то, источником регенерации легочной ткани. Есть цилиарные клетки, булавчатые клетки. И в здоровом легком практически отсутствуют клетки. Вот они здесь в двух последних строках. Это кератин 17 положительный, кератин 5 негативной клетки и клетки, экспрессирующие глобулин. Первые из них, они вообще, их не должно быть в нормальной ткани легкого или на очень таком ограниченном количестве. Почему? Потому что они вообще-то являются источником фиброза. Более того, первые клетки, они могут не только продуцировать матрикс, они могут вообще изменять свою дифференцировку и переходить из эпителиального фенотипа в другой фенотип. И видно, что как при COVID-19 и при идиопатическом фиброзе мы примерно видим одинаковые кластеры клеток, но мы видим, как меняется вообще кластеризация клеток, как увеличивается, например, в структуре всех клеток, во-первых, вот эти вот два типа клеток и уменьшаются базальные клетки. И вот здесь хотела бы рассказать немного подробнее про эти базальные клетки. Они находятся где-то не в самих альвеолоцитах, а немного выше. Вот здесь такие маленькие клетки. Это наиболее ранний продукт клеточной дифференцировки клеток, выстилающих бронхиальные ветвления. И вообще-то в структуре вообще всех клеток, если по объему смотреть, это довольно большой сегмент, это где-то 20%. Они не достигают просвета бронхов, то есть они не осуществляют газообмен непосредственно. Но благодаря своей способности к пролиферации они служат своеобразным резервом для пополнения других клеточных популяций, эпителиальные выстилки воздухоносных путей, например. И они могут также дифференцироваться в ресничатые клетки, собственно, которые, в общем-то, содержат на своей поверхности слизь и мешают схлопнуться альвеолом. Так вот, в общем-то, когда проанализировали мы непосредственно в каждом кластере клеток урокиназный рецептор, это уже его экспрессия, не содержание. Вот в норме мы видим, что в основном урокиназный рецептор, ну он есть в альвеолацитах второго типа, но в основном он с высокой экспрессией рецептора наблюдается именно в базальных клетках. Это очень важно, потому что, ну на самом деле, это, в общем-то, говорит о том, что урокиназная система осуществляет и прорегенераторные свойства, которые мы видим на других, как бы, в других модельных экспериментах и уже в доказанных экспериментах, то, что, возможно, и реализуется за счет протеолиза и ремоделирования матрикса. Но при этом мы видим, как изменяется экспрессия урокиназного рецептора при ковид. Она на самом деле падает, то мы видим, как вот это вот в базальных клетках становится меньше клеток, экспрессирующих урокиназный рецептор. И при идиопатическом фиброзе мы, более того, мы видим перераспределение МРНК урокиназного рецептора на другой тип клеток, я про них говорила, это как раз-таки те клетки, которые могут трансформироваться, переходить из эпителиальных в другие клетки. И что касается урокиназа тоже, мы видим, что основной источник МРНК экспрессии урокиназа – это базальные клетки. И при COVID-19 мы видим уменьшение и в базальных клетках, и увеличение в тех же самых клетках, которые являются источником фиброза в легких. И при идиопатическом фиброзе примерно такую же картину видим. Что же делать с этим? Мы видим, что происходит перераспределение вообще, может быть, даже содержания и экспрессии белков урокиназной системы. Много урокиназа, которая накапливается в ткани легкого, откуда она там, этот вопрос остается открытым. Так как она экспрессируется всеми тканями и органами, источником урокиназа могут быть и почки, и печень, и так далее. Но мы видим резко, что падает урокиназный рецептор, его экспрессия становится меньше. И то есть происходит, судя по всему, накопление этой урокиназы, которое мы видим, оно происходит благодаря тому, что нет рецептора, который бы ее индицидировал внутриклеточно. Мы с этим уже сталкивались. Процесс, который это может определять, он называется эпителиальный мезонхимальный переход. Я о нем, прежде чем перейти к результатам, о нем расскажу более подробно. Эпителиальный мезонхимальный переход – процесс изменения эпителиальными клетками эпителиального фенотипа на мезонхимальный, происходящий в эмбриогенезе, регенерации в канцерогенезе. Этот процесс, первый тип этого процесса, их всего три типа. Один из них происходит в эмбриогенезе, второй при регенерации, третий при канцерогенезе. Такой самый нормальный и самый древний тип эпителиального мезонхимального перехода – это процесс EMT в эмбриогенезе, Когда по сути все организмы, у которых есть гаструляция, имеют этот эпителиальный мезонхимальный переход. Процесс, когда эпителиальные клетки начинают мигрировать и формировается так называемый нейральная трубка. Во взрослом организме этот процесс практически не происходит, но только если, например, происходит травма и процесс ранозаживления, когда по сути эпителиальные клетки должны, они обладают такой коллективной миграцией, то есть эпителиальный фенотип тем и характерен, что клетки коллективно мигрируют, они должны по сути закрыть эту рану и дальше этот процесс должен сойти на нет. Но этот эпителиальный мезонхимальный переход, если он не разрешается в скорейшем времени, то он является причиной фиброза. ЕМТ-переход также активно есть в канцерогенезе и является источником или причиной даже метастазирования химиорезистентности. Так вот, если постоянно происходит, если есть какие-то в системе триггеры, которые запускают эпителиальный мезонхимальный переход, то они же являются и причиной развитого фиброза. Например, если мы применим этот эпителиальный мезонхимальный фенотип, приложен на наши знания и на те результаты, которые мы получили, мы можем сделать вывод о том, что, скорее всего, у нас при фиброзе происходит именно этот эпителиальный мезонхимальный переход, источником которого, наверное, являются белки урокиназной системы. Эти результаты мы уже ранее видели на других эпителиальных клетках. Когда мы, это клетки нейробластома, они имеют эпителиальное происхождение, они экспрессируют и урокиназу, и урокиназный рецептор. Мы обнаружили, что когда происходит нарушение экспрессии урокиназного рецептора, уменьшается его экспрессия. Клетки эпителиальные приобретают мезонхимальные маркеры. Эпителиальный мезонхимальный фенотип, если мы посмотрим на молекулярный паттерн этого процесса, то он характеризуется следующим. Индукция факторов транскрипции. Они называются snail slack, это улитка и слизень, так если по-русски ZEP, twist и универсальный фактор NF-KPB. Снижением экспрессии эпителиальных маркеров это прежде всего Екатгирина, который удерживает, по сути, эпителиальные клетки в очень прочный эпителиальный барьер. И увеличением экспрессии мезонхимальных маркеров, энкатгирина и альфа-сма. Клетки эти могут мигрировать, им не обязательно уже контактировать друг с другом. Эта миграция на самом деле, она протезонезависимая. Так вот, получив клетки нокаутные или сподавленные экспрессию урокиназного рецептора, они здесь показаны цифрами 3, 6, 30, это клоны различных, различные клоны. Мы увидели, что в случае нокаута урокиназного рецептора увеличивается экспрессия основного фактора транскрипции, запускающего эпителиальный мезонхимальный переход, это снейл. Уменьшается экспрессия эпителиального маркера Екатгирина и увеличивается экспрессия мезонхимальных маркеров энкатгирина и альфа-сма. Но что самое интересное, этот эпителиальный мезонхимальный переход может переходить по классическому механизму с участием трансформирующего фактора роста бета как основного маркера воспаления, ну и интерлекина 6-го. Вот здесь уже совсем интересно, нокаут по урокиназному рецептору увеличивает экспрессию интерлекина 6-го в клетках. И мы предположили, что урокиназный рецептор в эпителиальных клетках может быть ловушкой урокиназы, ловушкой избыточной урокиназы. Я напомню, помните вот этот слайд, когда я говорил о том, что связывание урокиназы с рецептором вызывает эндоцитоз такого комплекса и последующего деградацию. Но при этом наши данные говорят о том, что когда нет рецептора, урокиназа каким-то образом может запускать эпителиальный мезонхимальный переход. В литературе нашими коллегами ранее было показано, что она в случае отсутствия рецептора или когда рецептор забит урокиназы, а урокиназы избыточно много в системе, она может проходить напрямую, минуя мембрану, связывание с мембранными клетками напрямую в ядро, где она может запускать этот эпителиальный мезонхимальный переход. И вот посмотрите, как мы это показали, как доказали ловушку. Мы клеткам с разным уровнем экспрессии рецептора, в норме экспрессирующими или гиперэкспрессирующими, или нокаутным по урокиназному рецептору, добавили урокиназу. Она была фитсмечена зеленым флуоресцентным белком. И сделали анализ конфокальных изображений на уровне ядра. Здесь лэмп-1 – это лизосомы, чтобы убедиться, что тот снимок, который мы делаем с конфокального микроскопа – это реальное ядро. То есть у нас лэмп-1 маркера лизосом практически не должно быть на этом уровне. И, в общем-то, здесь видно, что в случае, когда есть урокиназный рецептор, урокиназа не доходит до ядра. А в случае, когда нет рецептора, урокиназа вся оказывается в ядре через 24 часа после того, как мы нанесли ее в клетке. И все это сопровождается непосредственно активацией NF-капаби. Здесь показана ядерная фракция клеток. И на уровне ядра мы видим урокиназу, когда в клетках с подавленной экспрессией урокиназного рецептора ее очень много. По сравнению с клетками контрольными и гиперэкспрессирующими ее пар. Но если мы возьмем нокаутные по урокиназному рецептору клетки, вновь реэкспрессируем в них рецептор, урокиназа тут же исчезает из ядра. И это все сопровождается точно такой же динамикой фактора транскрипции NF-капаби, отвечающих за эпителиальный мезонхимальный переход. Так вот, те данные, которые мы получили на ковидных больных, на ковидном материале, когда происходит нарушение соотношения в экспрессии урокиназа рецептора, может быть таким же механизмом и обладает и в данном случае нокаут снижения урокиназного рецептора и избыточная урокиназа в системе. И дальше, собственно говоря, здесь уже перешли в доказательства этого предположения, мы перешли на модель фиброза легких у мышей. Это ведение блеомицина интратрахиально. Блеомицина – это антибиотик, который вызывает, используется, во-первых, как модель именно для фиброза, он вызывает апоптос эпителиальных клеток легких. И у мышей он вводится через, анализируются параметры на 7, 14, 21, 28 сутки после ведения блеомицина. Что мы измеряли? Это потери веса и выживаемости, это поражение легких по данным МРТ, у нас есть такой прибор для мелких лабораторных животных, у него довольно с высокого разрешения. Оценивали фиброз легких на уровне гистологии, анализировали экспрессию урокиназа, рецепторы урокиназа и АЦЕ-2, а также экспрессию маркеров эпителиально-мезонхимального фенотипа интерлекин-6 и факторов транскрипции. Каких мы использовали мышей? Если контрольные мыши, мы так ничего не узнаем, при чем здесь урокиназа, рецептор. Но у нас в нашем распоряжении есть нокаутные мыши, как по урокиназе, так и по урокиназному рецептору. Они называются ПЛАУ, это те, которые нокаутные по урокиназе, и ПЛАУР, это те, которые нокаутные по рецептору урокиназы. Здесь надо понимать, я бы хотела акцентировать внимание вот на чем, в случае отсутствия урокиназы у нас есть рецептор в этих мышах. И на самом деле, по данным других авторов и других модельных экспериментов, мы понимаем, что урокиназа не единственный фибринолитик и не единственный белок протеолиза. Поэтому многие эффекты урокиназы замещаются другими белками, которые есть в системе. Но вот если у нас отсутствует рецептор, то мы понимаем, что больше урокиназы связываться не с чем. То есть отсутствие рецептора делает примерно, ну можно сказать, похожими на те данные, которые мы видели у ковидных больных, когда много урокиназы и по сути мало рецептора. И вот здесь я бы хотела прервать презентацию, если это возможно, показать видео, как эта модель выглядит, если это не сложно. Под наркозом И антибиотик в левомицин вводится напрямую в лёгкое. Помните, на этом кресле, доклад? Почему? У тебя открою уши. Мне надо куда-то нажать, нет? Да, и вот теперь какие результаты были получены на этих мышах. Первое. Это динамика изменения веса. У мышей, у которых отсутствует урокиназный рецептор, но есть урокиназы, они существенны и достоверны. Они уверенно теряют в весе. К концу эксперимента, 28-му дню, от дня введения блеомицина, мы проанализировали динамику выживаемости. Здесь, в общем-то, тоже получили довольно интересные результаты. Мыши нокаутные по урокиназе и дикие мыши, у них была стопроцентная выживаемость. Мыши, у которых отсутствовал урокиназный рецептор, но была урокиназа, практически половина из эксперимента выбыли по причине гибели. Мы четыре раза добирали мыши для того, чтобы показать статистику в этом эксперименте. То есть летально составило практически половину. Дальше мы проанализировали методом МРТ, как развивается фиброз непосредственно инвива у этих животных. Здесь представлены фотографии на 28-й день животных дикого типа, животных без урокиназы и у которых отсутствуют урокиназные рецепторы. Видно, на самом деле, как существенно поражена ткань у мышей, у которых отсутствуют урокиназные рецепторы. И эти данные, в общем-то, были достоверны. На самом деле, отсутствие урокиназа тоже, по данным МРТ, приводило к фиброзу. Но ни в потере веса, ни в динамике выживаемости мы не получили подтверждения этих результатов. А вот то, что нокаут по урокиназному рецептору гораздо серьезнее сказывается на физиологии животных и на их выживаемости, вот это, в общем-то, очень интересные результаты. Далее мы проанализировали непосредственно уровень гистологии ткань фиброз легких. Через 28 дней здесь показаны фотографии окрашивания пикросирусом. Это красный краситель, который окрашивает коллаген 1-3 типа. У животных дикого типа через 28 дней. Би – это бронх, В – это весел. То есть видно, на самом деле, есть красный цвет, но видна легочная ткань, альвеолоциты. В случае нокаута урокиназа мы видим больший фиброз и ярче красный цвет. В случае нокаута по рецептору мы видим более существенные поражения. Поражения как переваскулярные, так и перебронхиальные, и видим отек и фиброз ткани, там, где отсутствуют альвеолоциты. В общем и целом мы все это проанализировали по всем дням, от 7 до 28. И сделали такой, ну можно сказать, вывод, что на самом деле нокаут по урокиназе вызывает более раннюю индукцию фиброза. Мы видим поражение легких уже на первых днях, и он продолжается на 14-й день, на 21-й, на 28-й. А вот в случае отсутствия урокиназного рецептора мы видим на самом деле более позднее такое развитие фиброзы. В более отдаленных сроках уже на 21-й, на 28-й день. Далее проанализировали урокиназу. Что же с урокиназой? У контрольных мышей, у которых отсутствует урокиназный рецептор. Здесь показаны данные на окрашивание на 7-й день. И мы видим, как в отсутствии урокиназного рецептора у мышей, по сравнению с контрольными мышей, насколько сильнее и ярче мы видим содержание урокиназа в ткани легких. И проанализировали, помимо этого, мы помним, да, я показывала результаты клеток, когда мы делали нокауты, что там изменялась экспрессия интерлекина 6-го. Мы проанализировали в этих же легких на уровне МРНК, как изменяется экспрессия цитокина основного, про воспалительного интерлекина 6-го. И оказалось, что у мышей, у которых отсутствует урокиназный рецептор, есть урокиназы, больше урокиназы, достоверно, в десятки раз возрастает МРНК интерлекина 6-го. На самом деле, к 28-му дню мы получили, у нас как бы графики сошлись, но это может объясняться тем, во-первых, что у животных, в принципе, через месяц, в многих модельных экспериментах это уже конечная точка, и там могут быть совершенно другие процессы, и у них регенерация лучше, и здесь у нас и животных падеж был сильнее. Но что самое основное, это то, на что бы хотелось обратить внимание, что вот эта высокая урокиназа в ткани легких, она вообще индуцирует экспрессию интерлекин 6-го. И далее мы проанализировали экспрессию АЦИ-2 рецептора. Иммуногистохимия, опять же, у мышей дикого типа и у мышей, у которых отсутствует урокиназный рецептор через 28 дней. Здесь на фотографиях с производимых данных видно, насколько увеличивается экспрессия белка АЦИ-2 в ткани легких мышей, у которых отсутствует урокиназный рецептор, есть урокиназы. Эти данные были подтверждены по анализу МРНК АЦИ-2 рецептора. То есть эти данные совпадали. И вот уже практически в конце, суммируя данные, которые были суммируя все результаты, полученные в этой работе, я бы хотела обратить внимание вот на что. Как важно вообще присутствие и урокиназы, и рецептора для реализации протолитических и фибринолитических свойств. Однако можно сделать вывод на основании этих данных, что отсутствие урокиназного рецептора в системе делает возможным проникновение урокиназы в ядра клеток, где она, возможно, индуцирует эпителиальный мезонхимальный переход, который является причиной развития фиброза легких. И, подводя уже выводы этого исследования, хотелось бы сказать вот о чем. Помню о том, что плазмин и система плазминогена является важным для взаимодействия коронавируса с АЦИ-2 рецептором в клетках. И это связывание зависит от активности системы активаторов плазминогена. Снижение уровня плазминогена и плазмина и ПАИ и увеличение интерлекина 17-го у больных COVID-19 приводит к накоплению урокиназы. Возможно, мы предполагаем, что она неактивная в ткани легкого. У больных COVID-19 в легких снижена экспрессия рецептора в легких в клетках, а посредующих регенерацию. Высокое содержание урокиназы, опять же, скорее всего, неактивно, индуцирует эпителиальный мезонхимальный переход, увеличивается экспрессия интерлекина 6-го и транскрипционных факторов эпителиального мезонхимального перехода, который является, по сути, причиной развития фиброза. Фиброз легких сопровождается увеличением экспрессии АЦИ-2 рецептора. Высокая экспрессия АЦИ-2 рецептора таким образом усиливает взаимодействие SARS-CoV-2 с эпителиальными клетками, ухудшает тяжесть течения и прогноз COVID-19. А накопление неактивной урокиназы приводит к развитию фиброза и увеличению экспрессии АЦИ-2 в ткани легких, что создает, по сути, положительную обратную связь. И в качестве гипотезы, такое выносимое на обсуждение, является то, что лечение COVID-19 и профилактика осложнений путем восстановления системы плазминогена. И вот здесь я бы хотела показать одну из последних статей, которая буквально вышла на днях в журнале ЧЕСТ, в котором говорится о том, что это уже некий гайдлайн по терапии профилактики осложнений при COVID-19. И в нем, как бы, она, может быть, не совсем подтверждает наше предположение, но уже в эту сторону как-то позволяет рассматривать. Достижения в области ухода за пациентами с COVID-19 улучшили общие результаты. Несмотря на это, частота венозной тромбоэболии у этих больных остается повышенной. Больные в критическом состоянии должны получать стандартную тромбопрофилактику, а больным в средней тяжести с низким риском кровотечения может быть полезен терапевтический гепарин. Мы не видим, авторы не обнаружили никакой роли тромбопрофилактики промежуточными дозами ни в том, ни в другом случае. Здесь, опять же, справа сверху показано, что основное наше внимание в терапии COVID-19 было сосредоточено вот здесь. Но, возможно, что сейчас стоит посмотреть как раз-таки на белки совсем другой системы, системы фибринолиза, возможно, в частности, плазминоген, плазмин и урокиназы. И в завершение я бы хотела поблагодарить всех, кто участвовал в этой работе. Это, прежде всего, кардиоцентр, сотрудником которого я являюсь, лабораторией молекулярной эндокринологии, где я работаю под руководством академика Села Дарсенчат-Кучука вот уже, наверное, более 20 лет. Лабораторию хотела бы поблагодарить сотрудников и руководителей лаборатории ангиогенеза и Елену Викторовну Парфенову, патолого-анатомическое отделение Л. Владимировну Курилину, поблагодарить своих коллег из НИИ скорой помощи имени Склифосовского за те результаты, которые были получены на ковидных больных. Также бы хотела поблагодарить сотрудников МГУ имени Ломоносова за их помощь в проведении модельных экспериментов по плеомициновой модели фиброза легкого, а также своих аспирантов и коллег из Университета Парижа и из Института биологии и развития РАН за данные по биоинформатическому анализу. Сказать, что эта работа была выполнена при поддержке и выполняется до сих пор при поддержке гранта РФФИ. И спасибо большое всем вам. И буду рада ответить на ваши вопросы. Так, мы с вами тут вместе поместимся. Нет, у нас вот экранчик, чтобы нас было видно. Так, друзья, какие вопросы? Смотрим сюда. Слышно? Урокиназа вызывает эндотелиальный мезонхимальный переход эндотелиальных клеток. Вопрос. Эпителиальный мезонхимальный? А? Эпителиальный мезонхимальный переход эпителиальных клеток. Ну, тут эндотелиальный написано. Видите? Ну, есть работы коллег из кардиоцентра, в частности под руководством Елены Викторовны Парфеновой, по регуляции эндотелиально-мезонхимального перехода, но я не готова их комментировать, потому что мы занимаемся эпителиальным. Я думаю, что активация протеаз, активированных рецепторов тромбином, матриксными металлопротеназами, при воспалении тромбоза, путь к эндотелиально-мезонхимальному переходу и фиброзу. Вы предлагаете аминокапроновую кислоту использовать? Хороший переход. Я бы сказала, я предлагаю вообще посмотреть в сторону урокиназы, в сторону тех белков, которые оставались за кадрами в контексте лечения этой гемазы, и пуролазы, и мини-плазмин, может быть, потому что мы видим на самом деле, что содержание плазминогена в крови драматически уменьшается, и надо, видимо, восполнять его, так сказать, пробел, поэтому вот... Хорошо. Сами напросились на мой вопрос. Есть еще вопросы, друзья? Нет? Я так понимаю, что вы немножко так это... Не совсем медицинский у нас сегодня доклад, но тем не менее. А куда делся плазминоген? Плазминоген, в смысле, куда делся? Ну, вы же рассказали. Мало плазминогена. Значит, смотрите, он синтезируется печенью. Так, печень у нас интактна. Ну, не всегда она интактна. Интактна. Хорошо, у меня... Нет данных о тяжелых поражениях печени, данных нет. Да, но смотрите, дело в том, что, смотрите, вирус активно использует плазмин. И, скорее всего, плазминоген, печень, не справляется с синтезом. И происходит расходование, с одной стороны, его в легких, а с другой стороны, не поспевает печень его синтезируется. Так, а куда делся рецептор? Урокиназный. Да. А он может случиваться с поверхностью мембраны очень многими протеазами. Откуда взялись протеазы? Ну, во-первых, урокиназы может их активировать. Во-вторых, плазминоген, который еще там... Ну, плазминогена нет. Это уже, скорее всего, при развитии ковида-19, но вначале там все есть. И отек в том числе. Да, понятно, но мы говорим про то, что идет процесс развития болезни. Вначале все есть, потом, даже не потом, а даже довольно быстро плазминогена нет. Да. Гипоксия и факторы провоспалительные, цитокины, они могут активировать, ну, не то чтобы могут, они активируют очень многие протеазы. И матриксные металлопротеиназы в том числе. И активные внеклеточные протеолизы, это же целый каскад. И матриксная третья, и девятая, и вторая, и трансмебранные металлопротеиназы. Они все активные. И было показано, что урокиназный рецептор, его ограниченный протеолиз находится под контролем этих активных ММП и протеаз и так далее. То есть он слущивается, происходит его шейдинг. Шейдинг не надо, это вот не для нас, не для русского языка. Да, слущивается, да, давайте говорить, слущивается. Понятно. Хорошо, скажите, пожалуйста, а слово ДВС вы как-то вообще используете? Ну, а знаете, я как бы избегаю, потому что все-таки это не является моей областью интереса, я не такой профессионал в этом. То есть я больше сосредоточена на эпителии, на эпителиальных клетках и на урокиназной системе. Я знаю, что ДВС является тоже одной из таких серьезных осложнений. А, тогда следующий вопрос. А что с плазминогеном при ДВС вы знаете? Вопрос, конечно, на засыпку, наверное. Прямо даже удивительно, что вы этого не знаете. Какая же тут засыпка-то? С плазминогеном? Да. Ну, он же активируется в плазмин переход. Исчезает. Ну, опять же, вы имеете... Признаком ДВС-синдрома? Падение плазмина? Или плазминогена? Плазминогена. Именно плазминогена. Видимо, он весь, из-за того, что он весь активируется и... Исчезает. Ну, вот опять же, печень не успевает зависеть. Да, но это не вопрос вируса. Это вопрос ДВС. Да. Да, да, да. Значит, я к чему задал вопрос? Я чувствую, что вы плаваете рядом, но никак не можете выгрести. А ситуация-то очень простая, на самом деле. У вас есть внутрисосудистая свертанная кровь, при котором первым исчезает плазминоген. Уже потом синдром потребления касается антитромбина-3, тромбоцитов, это то, что называется синдром употребления при ДВС. Когда уже тяжелый ДВС-синдром, уже, может быть, и геморрагический, тогда начинается проблема с другими ферментами. Ну, не ферментами, а участниками свертанной. Плазминоген – это первое, что исчезает. Хорошо, тогда у меня к вам вопрос, если позволите. А почему тогда не обратили тогда внимание на плазминоген? А зачем мне? Вот я вам честно говорю, мне совершенно было все равно, что там с плазминогеном, потому что для меня это настолько прописная истина, то, что вы сегодня рассказывали. Начало. Все остальное нет. А начало, что немало плазминогенов, для меня абсолютно, ну, так сказать, как дважды два. Почему же тогда в лечение не пошел плазминоген? Как не пошел? Так в этом же все дело. Мы с первого дня, с первого дня, вот, свидетели все здесь присутствующие, везде пишем, ребята, у вас потребляются факторы, свертывающие фибринолитические системы. Их надо восстанавливать. И в тяжелом случае, что надо делать? Переливать плазму. Обязательно переливать свежезамороженную плазму. Это единственный источник плазминогена, который мы сегодня с вами можем предложить. У нас же нет способа повысить синтез, правда, плазминоген? Да, конечно. Вот. И это удивительно, что вы об этом вот как-то рядом прошли. При том, что вы абсолютно точно подтверждаете все, что мы, так сказать, писали с точки зрения обычной нашей, ну, медицины этого состояния. Понимаете, все остальные каскады, это страшно интересно, но мы же сегодня на них не можем влиять. Мы можем про них говорить, это очень важно, здорово, все правильно. Но плазминоген, я просто был потрясен именно этим фактом. С чего вы начали? И вы с него уехали, конечно. Но вы уехали в ту сторону, где вы занимаетесь, понятно. Но для меня, например, слово плазминоген звучит просто вот абсолютно понятно. Мы понимаем, куда он девается. И именно поэтому мы воздействуем на систему гемостаза, антикоагулянтами, потому что мы блокируем создание фибрина, мы уменьшаем потребление плазмина и, соответственно, плазминогена. Восстанавливаем. А он сам восстановится, мы тут ничего не сделаем. В тяжелых случаях нужны трансфузии плазмы. И убедить нашу страну в том, что нужна трансфузия плазмы, я не могу. Для меня это просто вот камень преткновения. Я врачам звоню, я пишу письма. Иногда удается. И мы спасаем больных просто с того света, достаем на свежезамороженную плазму. Но это очень редко. Очень редко. А в Киргизии, например, там есть такой Амир Талипов, мы все время про него говорим. Они дома даже переливают тяжелым больным свежезамороженную плазму. Так что госпитализация невозможна. Чего он гаснет? Экран-то что-то у нас как-то. У вас тоже гасился, да? В режим ожидания. Нет, нет, он не в ожидании. У него просто насветкает свои реакции. Вот, так вот, они переливали плазму тяжелым больным в домашних условиях. И там совершенно фантастические результаты по выздоровлению пациентов. Вот, сейчас у меня шел больной в Ульяновске. Он оказался иностранцем, по счастью для него он оказался иностранцем, поэтому там немножко такое, извините за выражение, жим-жим играл в реаниматологов. И я просто им писал письма о том, что я не вижу противопоказаний, почему вы не переливаете плазму. Я прям письма писал. Они стали переливать, там сейчас в палате уже, думаю, что выписывается. А он был в крайне тяжелом состоянии, полеобочной системе, именно по дыхательной недостаточности. Ну, я не знаю, все ли тут фиброз, это уже второй вопрос. Но то, что поражение легких крайне тяжелое, то, что мы видим, вот эти вот поражения, они приходящие на самом деле. Да, ну вот, плазму вытаскивает из этой ситуации. Я, да, я, в общем, не могу советовать, я не врать. Нет, вы не должны советовать, вы как раз очень здорово... Я в гайдлайнах, скажем так, не увидела, одно дело нам, ученым, что-то говорить и писать в научных публикациях, другое дело, когда в клинические рекомендации это все не входит. 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 Клинические рекомендации Московского городского научного общества терапевти. С 2020 года все написано, включая слово плазменоген. Ну вот, это радует. Так что посмотрите, пожалуйста, во-первых, посмотрите, во-вторых, я с удовольствием приглашу вас, мы наверняка будем их пересматривать, потому что это уже будет третья итерация сейчас. И с удовольствием приглашу вас поучаствовать в этом вопросе. У нас на самом деле сейчас идет эксперимент, когда мы мышам после бриомицинного фиброза вводим плазменоген, у тех, у которых нет рецептора, для того, чтобы уже доказать на уровне животных, что вот этот вот круг... Ну, человеку плазменоген вы же не накачаете. Человеку нет, но хотя бы мы так, как молекулярные мишени, мы это покажем. Так, что нужно тогда для повышения плазменогена? Ну, только что сказали, это свежезамороженная плазма, другого я ничего не знаю. Если количество урокиназных рецепторов уменьшается под действием матриксных металлопротнеаз, может быть, будут эффективны их ингибиторы для борьбы с фиброзом? Вот это... А есть ингибиторы? Урокиназы на самом деле есть. Это хороший вопрос про таргетирование этих белков. Я как бы в стороне оставила вообще онкологию, потому что, ну, как уже... Ну, нет, давайте в следующий раз. Да, я к тому, что они же ведь очень привлекательные мишени в онкологии, из-за того, что ремоделирование и так далее. И уже есть некоторые подходы для таргетирования этих белков. Вот что касается урокиназы, на самом деле есть подходы, связанные с использованием антител и малых ингибиторов, малых молекул. Ну, это таргетная терапия разрешенная уже или это пока... Разрешенная. Это уже только не у нас там пока разрешена. Она там разрешена. Но вот здесь, на самом деле, нам бы, наоборот, эту урокиназу активировать и рецептор восстановить. Нам нужно заблокировать ее вход внутриклеточный. И здесь, на самом деле, такой есть фантазия у нас у ученых использовать в этих, как сказать, в виде порошков для вдыхания растворимый урокиназный рецептор, который будет связывать урокиназу и таким образом мешать ее... Ну, а урокиназа плавает в крови, я правильно понял? Она есть и в крови, она и в ткани есть. Нет, вот в данном случае, то, что вы показываете. Мы же легкие красили, а она в ткани там есть даже. В кровь она выходит? В кровь она, конечно, поможет. Значит, следующий вопрос или даже ответ – это плазма ФРС. Насколько он вообще показан при... Андрей, что-то у меня тут компьютер просто выключился. Может, у него уже сеть кончается, нет? Нет, но сейчас включился обратно. Видно, слышно, хорошо. Я включил. Значит, смотрите. Когда-то, ох, еще, наверное, в 80-е годы мы делали такой эксперимент по плазмам ФРС, обнаружили, что при проведении плазмам ФРС из ткани в плазма начинают поступать вещества. При сепсисе, при псориазе, кстати говоря. Мы впервые при псориазе описали наличие этого самого иммуноглобулина Е, который не описан при псориазе. На фоне плазмам ФРС вдруг резко повышается его уровень. Это значит, что он где-то сидит в клетках. Он, скорее всего, на рецепторах, вряд ли внутри клеток. И когда мы делаем плазмам ФРС, он вымывается. И оказалось, что при псориазе нужно делать много процедур плазмам ФРС для того, чтобы получить эффект. Обычно там при какой-нибудь, я не знаю, крапивнице сделала один раз, и все хорошо. При псориазе 10 плазмам ФРС. То есть вы сначала вытаскиваете из ткани патоген, ну, патологическое вещество, ИГЕ, а потом вы его убираете, и он уходит. То же самое при псориазе, такая же история. Когда вы делаете плазмам ФРС при псориазе, плазма у вас как стекло прозрачное, вообще как моча. Ну, чуть-чуть такая полисцирующая, зеленоватая. Белков нет. Белков нет. Все в тканях. Все где-то там. Ну, потому что ткани... А потом это все прямо выплывает. Грязное, мутное, тяжаи там и так далее. Это все дренируется из ткани и появляется в плазме. Поэтому здесь вот мне кажется... А как плазму ФРС будут переживать, ну, скажем, тяжелые ковидные больные? И как часто его? Это надо подбирать. Ну, наша тактика простая. Это 900 мл через день с заменой свежезамороженной плазмы. А плазму ФРС переживают любые больные легко. Это безопасная процедура. То есть можно чередовать и плазму, и плазму ФРС. А просто делать одновременно. Вы делаете плазму ФРС, заливаете плазму. С одной стороны вы будете убирать, ну, ваши урокиназы. Но я думаю, что там не только урокиназы. Я думаю, что там полно всех этих цитокинов и так далее. Да, с другой стороны будете восстанавливать недостающие факторы. В частности, плазминоген. Но интересно, что он именно первый падает. А вот тогда вопрос, знаете, какой? Вот хорошо, прошел ковид. Через 3-6 месяцев человек приходит, у него фиброз. И мы понимаем, что там, возможно, вот эта урокиназка, которая была, она там осталась и свои плохие действия сделала. Вот как эти пациенты? Можно такое сделать для профилактики? Значит, мы занимаемся... Вы знаете, что мы предложили термин постковидный синдром. И начали терапию тоже антикоагулянтами. Пока мы отрабатываем антикоагулянты, ничего другого у нас в арсенале как базовой терапии нет. Но есть работа из Хакассии, там уже, по-моему, человек под 20, где примерно на 2-3 месяц ковида, ну уже после ковида, они проводят плазм ФРС с очень хорошими результатами. У нас таких результатов мы не получаем. Вот мы делали, у нас несколько больных прошло, мы делаем в МГУ плазм ФРС. Ну, я не могу сказать, что вот как там прекратились. Сомнение в клинике? Да, в клинике в МГУ. Вот не могу сказать, что там прямо замечательные результаты. Очень сомнительные. Может быть, нужно делать гораздо раньше. И скорее всего, может быть, нужно делать гораздо раньше. Потому что то, что вы рассказываете, это уже изменение глубоко зашедшее. Может быть, если бы это делать вот там, ну как поймать этих больных рано? Вот ведь тоже проблема. Они же все гуляют, они то витаминами пользуются, то, я не знаю, еще какой-нибудь гадостью. Бады все. А вот до этого серьезного, ну довольно серьезного мероприятия, как плазм ФРС, они приходят уже довольно поздно. Я сейчас не могу сказать среднее время от ковида до прихода к нам, больных с постковидным синдромом. Их у нас около тысячи человек, на самом деле большая цифра. Ну, наверное, среднее это 3-6 месяцев. Да нет, да нет, да от полугода и дальше. Они сначала проходят свой цикл неврологи там какие-то, ну атропилы еще о чем. Бады, еще раз говорю, витамины, ты-ты-ты-ты-ты. Наконец, когда ничего не помогает, они к нам обращаются. Вот, у нас есть сейчас две клиники, которые мы создали. Это в Тверской, в Тверском университете и в Витебске. Да, совместно у нас МГНОТ создал две клиники. Имейте в виду, это вообще совершенно фантастическая история. Кроме нашей виртуальной вот этой медицинской бюро, через которое в 6 тысяч человек уже прошло, у нас еще две клиники, такие вполне, так сказать, официальные. Значит, в Твери на сегодняшний день порядка 500 человек с постковидным синдромом уже прошло. Мы с самого начала им всем рекомендовали делать плазмоферез. Результатов я пока не знаю, потому что их с плазмоферезом очень сложно. Но я сейчас, пользуясь вашими данными, буду настаивать на том, чтобы активировать эту работу по плазмоферезу. Так что пока не все идут у нас на антикоагулянтах. Ну, мне кажется, наше российское сообщество очень сильно выстрелит в мировой научный литератур. Нет, нас никто, вы что, вы сказали, что у вас год уже, да? Это только в этом журнале, до этого нам даже, даже просто сразу. И нас тоже посылали. Причем я смотрю, в этом же журнале, UK там и так далее, и так далее, точно такие же данные. Значит, мы год назад, год, да, назад, Андрей, я сейчас не помню, послали статью по ковиду, по нашей гипотезе поражения нервной системы, по ДВСу, по микроциркуляции, т-т-т-т-т-т-т-т, все здорово. Нам сначала написали, супер, статья отличная, хороший язык, давайте, подавайте ее сразу на вот эти превью там. Через день приходит статья, не принято. Почему? В чем дело? А потому что мы совсем противоречим тому, что, о чем сегодня все говорят. Видимо, Big Pharma, которая навязывает нам вовсе не плосминоген, да? И это тоже, и это тоже. Тут мы совершенно спокойно. Так, неселективный ингибитор... Роксициклин, судя по-другому, антифибротическое действие. Ну, это я не знаю. Ну, возможно, предположить, что если это ингибитор матричной металлопротеиназы, правильно я понимаю, Андрей? Ну, наверное, да. То это, в общем-то, восстановление... Ну, только это антибиотик. Видимо, у него есть такая функция антибиотика. Да, ну, хорошо. Возможно, он просто восстанавливает или увеличивает время. Ну, это я бы вам сказал, это вам на заметку. Вот тут я-то не помогу. Так, вопрос по теме, может ли ковид быть... Чу-чу... Инициатором гипертонии. Есть ли у вас... Такие, конечно. У нас такие наблюдения нет, но я думаю, что, конечно, эндотелиальная дисфункция. И я вообще хочу сказать, что урокиназная система не привязана к эпителиальным клеткам. Это белки, которые экспрессируются во всех органах и тканях, и механизмы молекулярные, они очень похожи. Энтеросорбенты не уменьшат количество урокиназа в крови. Это я могу... Энтеросорбенты нет. Значит, примерно 30 больных у нас процентов имеют гипертонию. Причем у большинства это впервые выявленная гипертония. И примерно 30 процентов у нас имеют гипотонию. Тяжелейшую, которую мы не знаем, чем купировать, потому что сейчас ушла Кока-Кола, которую мы пытались лечить больных. Кока-Кола, да? Ну, Кока-Кола – это лекарственный препарат зарегистрированный. Вот все вопросы к Мадлене Юрьевне, ее дочь в Кока-Коле. Ну, гуараной будем восполнять кофеин. Шутки шутками, но это реальная проблема, потому что у людей давление при их обычном 120-130, у них там 190 и даже ниже. И таких очень много. Никто вообще никогда не занимался гипотониями. Я, честно говоря, думаю, что это вообще тема совершенно неизученная. Потому что все про гипертонию. У нас сейчас есть такая вещь – это дистанционный предсмертный осмотр больных. Когда человек сует руку, ему меряют давление, там он дышит, ему говорят, что ты без алкоголя и так далее. И у нас контингенты по несколько десятков тысяч в день проходят людей здоровых. Так вот, оказалось, что среди этих десятков тысяч очень много гипотоников. После ковида? Да вообще просто по жизни. Мы не знаем, связано это с инфекциями, с ковидом ли, без ковида ли. Но, в принципе, эта тема, я еще раз говорю, не обсосна и неизучена. Мы все больше про гипертонию. Вот, поэтому гипертония, да, есть. Мы ее лечим примитивно Капотеном. Мы, как правило, не занимаемся сейчас подбором терапии. Потому что на фоне, ну, такой стандартный, потому что на фоне и острой инфекции, и постковидного синдрома, она как-то уходит сама потихонечку. И мы обычно обходимся таким простым способом. Ну, и кому-то приходится подбирать терапию, как обычные больные. Но это вообще очень интересно, что связь между инфекцией и гипертонией никогда никто не обсуждал. И мы только сейчас впервые вот ее так вот показали. Это же очень большие объемы информации. У нас же через наш симптом-чекер на сегодняшний день прошло порядка 46 тысяч человек. Да, поэтому мы можем оценить вообще популяцию больных, с какими симптомами и так далее. Ну, может быть, здесь и в том числе АЦЕ-2-рецептор-то участвует в эндотелиальных клетках. Может быть, но мы... Это нам интересно. Это вам интересно, а мы тоже людей лечим, да еще за их деньги. Так, энтеросорбенты. Можно ли сочетать и ликвиз с аналаприлом? Конечно. Агрегация тромбоцитов к аналаприлу не имеет никакого отношения. То, что ингибитор АПФ снижает агрегацию, это замечательно, это факт известный. Старый, не новый, но никакого отношения к ликвизу это не имеет. Нет, это, видимо, все, да. Так, еще вопросы? Ясно. Ясно? Ну, хорошо, тогда я позволю себе коротко сделать заключение, как обычно, да, поблагодарить докладчика за страшный интересный доклад. Нам его посоветовали морфологи наши, которые выступали у нас осенью, если я правильно помню, да, или глубокой осенью. И несмотря на то, что морфология для терапевтов, ну, кажется, такая уже очень далекая наука, тем не менее, этот доклад вызвал бурю, я бы сказал, эмоций, бурю всяких вопросов. Ну, все доклады у нас публикуются, и на YouTube они лежат, поэтому ваш доклад там тоже будет. Вот, и как это ни странно, на нас вышли люди из Бразилии, да, или откуда? Из Бразилии по поводу этого доклада с, ну, какими-то своими соображениями. Ну, и, в частности, было произнесено, произнесено ваша фамилия, сказано, что вы занимаетесь фибропластическими процессами, вот, и, собственно, поэтому вас и позвали. Вот, ну, еще раз повторяю, значит, мы шаг за шагом развиваем в клинических наших рекомендациях нашего общества вопросы, связанные со современным научным состоянием, потому что мы считаем, что отрываться от этого просто невозможно. Поэтому в наших рекомендациях огромный раздел морфологии. Просто вот все, что делал там Заратьянск с компанией, мы это все проанализировали, посмотрели. Мы, конечно, это смотрим с точки зрения ДВС-синдрома, микротромбообразования. Ну, там вопросов нет, потому что там типичный тромбо-геморрагический синдром, как по мочебели, что называется, да. Вот, но это макро, как бы, вид. Нас, конечно, очень интересует и микровид, но поэтому, по этой проблеме, к сожалению, очень мало публикаций. В частности, потому что, во-первых, отрицается наличие ДВС-синдрома, во-вторых, иностранцы ни черта про это не знают, и не хотят знать, и не хотят слушать. Вот что самое страшное. А при этом, например, я рассказывал на одной из лекций, что вышла статья из притории о том, что в микротромбах при постковидном синдроме обнаружен растворимый амилоид, который является основой болезни Альцгеймера, на минуточку. И тут возникает вопрос, никто же не знает, откуда амилоид в мозгах появляется, да. Не является ли это вообще все тема постинфекционная, она не только постковидная, она при разных заболеваниях, не является ли это вообще основой развития нейродегенеративных заболеваний. Хотя на самом деле они не нейродегенеративные, они все-таки воспалительные. Везде там есть элемент воспаления. Только в мозгах он особенный, да. В мозгах просто там центр, поражаются центры, поэтому появляются какие-то изменения, которых мы не видим в других местах. Но в принципе, шаг за шагом, я очень доволен сегодняшним докладом, сегодняшним вашим выступлением, потому что мне кажется, всем очень полезно вообще понять, что у нас немножко наука есть. что эта наука на очень высоком уровне и плохо востребована сейчас, особо в нашей сегодняшней политической ситуации, об этом нужно говорить смело, нас не слушают. Но это не значит, что мы не правы. Это скорее значит, что мы правы и нужно просто двигаться, искать в этих направлениях, поддерживать друг друга. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо.